Что такое дружба между членами семьи и родственниками? Благодарю. Это связь на определенном диапазоне. То есть в семье должен быть резонанс по многим уровням. То есть на уровне супружества, то есть это социально-бытовой, сакральный, душевный, духовный. То есть между детьми немножко свой, между родителями тоже немножко свой. Дружба это означает, что на душевном уровне у вас есть резонанс. И резонанс сильный. Это может быть резонанс из прошлых жизней. Либо резонанс происходит потому, что у вас, скажем так, одинаковые вибрации, одинаковые цели. То есть вы друг к другу как друзья подходите. И на полевом уровне, на психическом уровне происходит такая ситуация, что в этом плане ваши поля гармонично резонируют. То есть дружба может быть и между родителями и детьми, и между родителями, между родственниками, и между братьями. То есть дружба это определенный уровень отношений социальных. И он как бы этот, скажем так, минимальный уровень, который отличает, в общем-то, человека от какого-то более примитивного существа. То есть дружба означает, что вы на психическо-эмоциональном уровне, на уровне мировоззрения принимаете людей. И у вас, скажем так, отношения, они гармоничные. Уровень гармонии, он на самом деле проявляется в большем диапазоне. И многие другие вещи тоже говорят о том, насколько он гармоничен. Но дружба это один из показателей того, что вы можете как человек разумный общаться. И с кем-то у вас именно есть этот резонанс. То есть если это с родителями, например, в прошлой жизни вы могли быть друзьями, а вот просто жили в соседних домах и помогали друг другу все время, или вместе воевали, или вместе работали. То есть это связь насильная. То есть между нами есть резонанс. Каждый из вас может друг другу что-то дать. Поэтому вам очень комфортно общаться. То есть если это был в прошлой жизни вашим другом, а сегодня ваш ребенок, ситуация это принципиально не меняет. Или пришел человек, у которого энергии близкие вашим, то есть вам интересно общаться. То есть это нормальное явление, если оно проявлено, то очень хорошо. Так же и в супружестве. Если у вас есть жена, и вы с ней еще и хорошие друзья, то многие вопросы легче решить. Например, если у вас не хватает каких-то вопросов по-духовному, по-душевному, то вы на уровне этой дружбы эти вопросы сможете решить. Ваша гармонизация на этом диапазоне, с помощью нее можно остальные вопросы решать. Предположим, вы идете из ступеньки, лестница, и на нее каких-то ступенек не хватает. Но какие-то ступеньки есть, и, используя эти ступеньки, все-таки подняться можно. Хорошо, когда есть все ступеньки, вы можете спокойно и, скажем, равномерно подниматься, не опасаясь ничего, двигаться по золотому пути. Если ступенек не хватает, вы можете пользоваться остальными ступеньками. Если их очень мало, то вам вместе жить очень тяжело, то есть вместе сотрудничать как-то. То есть дружба – это естественное качество, и она позволяет людям гармонично общаться с друг другом. Совсем не важно, кто является вашим другом – член семьи, человек со стороны. Но надо стараться дружить с людьми, которые, скажем так, могут внести в вашу жизнь что-то хорошее. Друзей выбирать не по признаку эго, а по признаку позыва души. Субтитры создавал DimaTorzok